Добрый вечер дорогие друзья, с вами снова Алан Зар. Как и обещано, мы с вами сегодня продолжаем нашу морскую одиссею, прохождение игры Британик-хранитель Средиземноморья. По вашим многочисленным просьбам я сегодня собираюсь пройти режим затопления. Соответственно, в наших планах сегодня будет потопить это грандиозное судно. Я думаю, будет интересно и вам, и мне. Если я что-то смогу, я дополнительно буду рассказывать по ходу действия. Если вы что-то сможете дополнить, пожалуйста, пишите в комментариях, я думаю, и мне будет чему у вас поучиться. Так, ну что ж, начнем. По-моему, вот это. Так, тут получается у нас есть 4-real-time thinking, то есть это получается режим дневной на палубе, то есть от самого утра до ухода лайнера на дно моря. Есть еще thinking starting and midpoint, то есть это режим уже буквально где-то 10-15 минут до полного исчезновения лайнера на дне морском. И free camera mode. Я думаю, начнем с этого, по-моему, это гораздо более теснее. Мы сможем наблюдать лайнер панорамно со всех ракурсов. Займет, конечно, данное прохождение чуть больше часа, потому что все-таки лайнер затонул за 50 с лишним минут. Так, ну что ж, 21 ноября 1916 года. 8 утра. Побережье острова Кея, недалеко от греческого побережья. Так, ну вот он наш любимец. Если возникнут вопросы, почему я назвал данное видео гибелью гиганта, может, вы все в курсе. Почему? Потому что Британик в период постройки, еще до гибели Титаника, планировался назвать гигантиком. То есть его реальное название должно было быть Гигантик, никак не Британик. Но после гибели Титаника все уверовали в греческую мифологию то, что все-таки может опять привести к трагедии. Поэтому переименовали лайнер в Британик. Но, как показала история, это особо лайнеру и не помогло. Так, я здесь сейчас с механикой немножко разберусь, потому что здесь немножко туговато. Так, получается, мы здесь находимся недалеко от острова Кея. Это где-то примерно 6-8 километров от побережья. Ну, как раз-таки лайнер находится сейчас на дне морском, где-то вот у побережья вот этого острова. В принципе, добраться до него не так уж и далеко. Но это уже какой-то другой остров, да? Это не одно и то же. Опа! Смотрите, какая картинка интересная. Вот так лайнер наскочил на мино. Его сейчас тянет туда-всюду, из стороны в сторону, потому что взрыв был довольно мощный. Как вы можете заметить отсюда, все, так скажем, радиолинии, которые снабжают машины радиорубку, все они оборваны. То есть, по сути дела, в чем заключался Кази? То есть, лайнер не мог подать сигналы бедствия, как мне кажется. То есть, это, по сути дела, ключевое звено. Возможно, у них было что-то еще дополнительное, что могли бы использовать радисты для того, чтобы связаться с побережьем и соседними судами, которые могли бы оказать хоть мало-мальски какую-то помощь. Но, конечно, это очень плачевная ситуация. То, что оборвались все линии, соответственно, помощь вызвать неоткуда. Единственная надежда, это вот на наличие вот этих вот всех спасательных шлюпок, которые у нас есть на порту. На самом деле, гибель Британика чем-то напоминает все-таки гибель Лузитании. Потому что принцип один тот же и взрыв, если говорить о Лузитании, это был разрыв торпеды. То есть, торпеда попала в угольный бункер. Соответственно, был мощный взрыв, который затопил лайнер довольно быстро, очень быстро. Здесь, в том же самом месте практически, но это уже была мина. И, если уж говорить на чистоту, все-таки Британик отстоял дольше. Потому что, во-первых, он крупнее, это раз. Во-вторых, все-таки мало-мальски, может, и переборки какую-то защитную роль сыграли. Возможно, я не знаю. Но дело в том, что как раз-таки при гибели Британика водонепроницаемые двери остались герметичные. То есть, их не закрыли с мостика, в результате чего корабль очень быстро, резко начал набирать воду. Так, может, мы с вами сейчас сможем попасть как-то на мостик, если не изменяет память. Там должен быть как раз-таки щиток закрытия вот этих вот водонепроницаемых дверей. Нет, по-моему, я сейчас не могу сюда зайти. Как-то это обидно. Может, я так смогу зайти? Как-то я самостоятельно прохожу внутрь. Это очень интересно, да? Точно. Это в связи с тем, что лайнер двигается немножко в эту сторону. Его перекосило. Сигнал тревоги. Объявлен. Но здесь я не вижу вот этого самого щитка, где указано, что все переборки должны быть закрыты. Все, судовые гудки дали себе знать. Давайте отсюда выйдем, иначе мы здесь попросту застрянем с вами. Судовые гудки трубят общую тревогу. Скоро уже начнется посадка всего персонала в шлюпочки. Я, по-моему, где-то читал то, что... Ну, это раннее утро, конечно, было. Большинство обслуживающего персонала, они сидели за завтраком, и вдруг раздался такой взрыв, что все просто с места упали просто-напросто. И, соответственно, начали мешкать, бегать, выяснять, что к чему. Мне кажется, еще минут 10-20 люди выясняли, что ли, все-таки, что к чему, а потом только уже ринулись к шлюпкам. Но в отличие от того, что происходило на Титанике, кстати, можете видеть, здесь уже легкий крен на правый борт с дифферентом на нос. Если говорить о сравнении с Титаником, с Титаником, конечно, там, ну, здесь была полноценная общая мобилизация. То есть здесь очень оперативно, быстро, с толком, с расстановкой, все, ну, там, тысяча с лишним пассажиров, ну, обслуживающего персонала, были быстро эвакуированы со всего лайнера. А на Титанике, к сожалению, много чего было упущено. По сути дела, все факторы, которые можно было как-то сконтролировать, неконтролируемые были, в результате чего все были запуганы, пассажиры были, ну, не уверены вообще садиться им в шлюпку или нет, потому что кто хотел в холодный океан на шлюпке бороздить, покидая огромный теплый лайнер со всеми удобствами. Ну, здесь уже, видите, это просто тотальный забор воды. То есть, по сути дела, здесь уже на данном этапе шестая котельная уже полностью затоплена. Жалко, мы не можем глянуть то, что происходит под водой. Это было бы, мне кажется, гораздо интереснее и здорово. Так, давайте-ка пройдем к корме. Что мы там увидим? Да, Британик действительно был тотально огроменным судном. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день, возможно, я ошибаюсь, может кто-то мне скажет, является самым крупным затонувшим пассажирским судном в мире по тоннажу. Я могу и ошибаться, потому что, ну, если не брать в счет Коста-Конкордио, но ее все-таки отбуксировали и разобрали на металлолом. А с Британиком это не получилось. Но мне кажется, все-таки этот статус он держит. Если не считать в конкуренцию, Линкорн Бисмарк, который, конечно, был Линкором, то есть, по сути дела, броненосцем, который весил чуть ли не больше двух Титаников вместе взятых по тоннажу, потому что это все-таки Линкорн. А так, если считать по пассажирским лайнерам, то Британик, мне кажется, все-таки самый крупный был из всех. Кажется, да. Еще, по-моему, Куэйн Элизабет тоже, между прочим, крупненький лайнер был, но его тоже разобрали частично и тоже отбуксировали на металлолом. Еще кто у нас был? Ну, Маджестик, понятное дело, он тоже, ну, там случился пожар, лайнер подгорел, тоже затонул, ну, не затонул он на побережье где-то, поэтому разобрали его только до Киля. Киля. Киля остался лежать, кажется, на дне океана, ну, то есть на побережье, где точно не знаю, но вроде того. Так что, ну, когда в фильме Джеймса Кемерона «Титаник» объявляют то, что «Титаник» это самый крупный затонувший лайнер, немножко неверная информация. Если говорить о крупнейшей катастрофе морской, да, это можно считать крупнейшей морской катастрофой. Здесь такая вот небольшая, я заметил, пауза, то есть вода еще, я так понимаю, по всей длине судна распределяется довольно быстро, поэтому нос особо не задирает. Сразу можно сказать, что в связи вот с такой вот проблематикой и, ну, и, между прочим, учитывая, что наличие берега где-то в пяти километрах, да, от судна, капитан Барретт надеялся выбросить лайнер на мель у побережья, поэтому гнал со всей дури лайнер непосредственно к берегу. Но он не учел то, что все-таки в лайнер поврежденный с огромной пробойной во втором днище корабль гораздо быстрее будет набирать воду при движении. Соответственно, так скажем, этот момент был упущен. Если бы не гнали бы лайнер со всей дури, возможно, он бы затонул за полтора часа, да, вместо вот этих пятидесяти минут. Так что здесь мы еще не видим, но все-таки винты здесь, да, здесь можно ясно видеть, что средний винт, он вертится. Слегка можно верхушку видеть. Так что такие вот пирожки, ребятушки. Кстати говоря, если вы захотите еще, чтобы я сделал прохождение в режиме на палубе, ну, пишите, сделаем еще такой режим. Будем пытаться спасаться пешим ходом, как это говорится. Но мне кажется, все-таки панорамно наблюдать за катастрофой, насколько бы это садистически не звучало, да, но внешне наблюдать за крушением лайнера гораздо более круто. Ну, я не буду сильно далеко залетать, между прочим, один раз пробовал, я в прошлый раз вам рассказывал. Ну, здесь можно ясно видеть, как из первой трубы выходит такой белый, можно сказать, дым. Но это в связи с тем, что там полностью уже вся котельная залита водой. Пятая, шестая котельная. Соответственно, оттуда вот прямо такой вот белый дымок идет. Возможно, там были еще такие свистящие звуки, какие были на Титанике, когда он начал набирать воду. Так что вот такие вот пирожки. Ну да, здесь очень долго он будет тонуть еще. Даже эти 50 минут, это довольно длительный период времени. Никто не мог подумать, никто не мог просто... Вот в свое время же Титаник, да, считали самым непотопляемым судном мире, ну, наряду с Олимпиком. Потому что у них была передовая система защиты, все 15 водонепроницаемых переборок, да, со всеми своими нюансами вдвойное дно, еще что-то там чересчур разрекламированная ситуация была. Но никто не мог ожидать, что просто банальное столкновение с Айсбергом может привести к тому, что, ну, лайнер свое первое плавание затонет, да. Аналогия с тем же Британиком, да. Британик был гораздо более надежным лайнером, чем Титаник, да. Но кто мог догадаться, что взрыв мины его отправит на дно гораздо быстрее, чем его старшего собрата. Это история. Мне кажется, по сути дела, еще нету в истории лайнеров. То есть не было примеров, чтобы лайнер вот такого вот масштаба остался на плаву, чтобы подтвердить свою непотопляемость. По-моему, не было ни одного такого случая. То есть все корабли уж уходили на дно. Так что вот эта треклято названная непотопляемость, это чушь собачья, как мне кажется. Все тонет. Нет ничего неприступного, нет ничего непотопляемого. Я хотел сегодня с дочкой сделать это прохождение, но все-таки детишкам положено спать. В 10 часов вечера. Так что, тем более скоро садик. Если я не ошибаюсь, тут ощущение, как будто вот правый грибной винт, он вообще не верстится. Он стоит в чем-то в каком-то положении. Так, если можете так немножко видеть, ощущение, как будто уже лайнер немножко поворачивает в сторону острова. Мне кажется, соответственно, поэтому правый винт, он не двигается. Полностью сейчас задействован левый винт бортовой. Да, совершенно верно. Вот, пожалуйста, можете ясно видеть, что капитан, что есть, мочи, пытался развернуть судно в сторону острова, чтобы высадить на мель. Но безуспешно. Одно дело, это если какой-нибудь, я не знаю, катер с царапинкой размером, ну, я не знаю, ну, с мой монитор, можно сказать. А другое дело, это разорванная рана размером, скажем, с пробоину, которая сейчас на дне океана сбоку Титаника. Вот такая вот пробоина. Но там она возникла, конечно, от того, что лайнер ударился от дно, да. А здесь такая пробоина от взрыва возникла. И, конечно, представьте, какой объем воды в минуту вливается в это огромное строение. Давайте-ка сядем на шлюпочку. Или мы не можем? Нет, не можем. Куда вы без меня? Куда? Все. Самое глупое, что можно сделать, это отпустить пустую спасательную шлюпку на воду. Да, смех и грех, ребятушки. Так. Ну, по сути дела, здесь... Ну, конечно, лайнер здесь двигается, но уже с затруднением. Ощущение, как будто он просто стоит на месте и пытается развернуться. Ну-ка, давайте-ка к носу пройдем. Мне гораздо больше между... Вы, кстати, посмотрел вот на... Крен здесь, да, Британика. Сразу вспомнил последнее обновление видеоряда, где, ну, от разработчиков чести и славы, от мая месяца, да, предыдущего года, где есть, так скажем, новое обновление затопления Титаника, таким, каким оно было, ну, по сути дела, в реальности. То есть, лайнер уходил немножко не так, как в предыдущих их видео, в представленных видео. То есть, карма, она задирала свой нос на все 90 градусов. Мне кажется, это гораздо более реалистичнее все-таки было, нежели вот этот представленный боковой уход. Потому что немножко нелаконичный, с физикой немножко не вяжется. Хотя, кто его знает. Но, как мне кажется, все-таки последний вариант, он более подробный, более правдивый. Я к чему клоню насчет вот этого градуса уклона. Потому что, как только Титаник столкнулся с айсбергом, если вы видели, конечно, это видео, он сразу же, буквально через 5 минут после столкновения, дал жесткий крен в сторону поврежденных отсеков. То есть, в принципе, как и здесь это представлено. Но потом, в результате некоторых факторов, возможно, сыграли некоторые роли вот эта шотландская дорога, еще какие-то моменты. Ну, то есть, вода просто-напросто начала балансированно передвигаться на противоположный борт. В результате чего лайнер немножко выправился на какое-то время, но потом дал уже крен на левый борт. И с этим креном конкретно лайнер уже начал уходить на дно. Так. Ну, Британик, конечно, с таким креном и ушел на дно. То есть, он даже не успел оправиться, не сбалансировать вообще воду между отсеками. Хотя, между прочим, это, мне кажется, связано еще с тем, что водонепроницаемые все-таки двери были открытыми. Если были бы закрытыми, вода бы могла бы еще выровняться по корпусу, стоя с другой стороны. То есть, по сути дела, как я в прошлом прохождении говорил, что очень хорошо, что на Британике было такое огромное количество спасательных шлюпок. И даже с лихвой. То есть, даже с дополнительными, как вы видели... Сейчас я вернусь. Возможно, где-то здесь они, вот эти штукенции имеются. Я что, дальше не могу пробиться. Но вот, как видите, вон там за компасом, который посередине, есть вот эти белые маленькие шлюпочки. Я считаю, что, скорее всего, на тот случай, если лайнер мог бы перевернуться на бок, запросто мог бы перевернуться на бок, потому что, ну, всякое бывает. Перевернется, и вот шлюпок на одной стороне лайнера, от них бы не было бы никакого толку. То есть, их бы не смогли бы ни спустить, ни загрузить, бесполезно было бы. И то, что Британик все-таки смог хоть как-то, вот реально, хоть как-то вот выдержать вот этот баланс, да, и спустить достаточное количество шлюпок, чтобы спасти всех находящихся на борту людей, это довольно, ну, достойно везения. Британик, между прочим, ну, и вообще, спасательная операция на Британике, она является второй после спасательной операции на Андреадоре, итальянском лайнере, который затонул в 60-х годах, точно не помню, может, 69-й. Так. Ребятушки, у меня такое ощущение, что мы нас ограничили в движениях, я уже... Или это, мне кажется, да. То есть, я не могу вот двинуться в правую сторону. Но смогу ли в левую сторону двинуться? Или мы ограничены вообще, в принципе, возможности как-то передвигаться? Нет, в эту сторону не ограничен. Интересно, что-то новенькое. В прошлый раз я не замечал этого. Ну, для своего времени, конечно, то, что операция на Британике довольно... Ну, спасательная операция была произведена довольно успешно. Это достойно уважения. Так, тут начали спускать вот эти кормовые шлюпочки. Только, я не знаю, то ли с этой стороны, или с противоположной стороны шлюпочка попала под грибной винт. Если можете слышать, да, есть некие звуки от внутреннего убранства. Даже ребята, разработчики, умудрились добавить эти звуки непосредственно в данное прохождение, чтобы показать, что внутри двигателей слетают со своих мест, да, котлы и так далее, и так далее. То есть, это достойно уважения. Ребята поработали над звуком очень хорошо. Хотя, по сути дела, это очень-очень простое прохождение, просто простой стимулятор. Мне кажется, сейчас вот эта лодочка пойдет прямо под винтик. Да, скорее всего сейчас затянет под винт. Сейчас как на мясорубке прокромсает окончательно. Ну, мне кажется, все-таки здесь были люди, раз уж спустили эту шлюпочку. Все. Вот такая вот жестокая смерть. И если вы припомните, может, и смысла нет упоминать. Вы все ее знаете, Вайли Джессеп, медсестра, которая была и на Олимпике, и Титанике, и удосужилась, получается, еще побыть на Британике. То есть, какая-то женщина роковая. Я не знаю, как ее назвать, по сути дела. Я так понимаю, в ее дневнике было описано то, что она находилась в этой шлюпке, которая попала под грибной винт Британика. И когда шлюпка перевернулась, винт своей лопастью ударил о шлюпку. Соответственно, она смогла спастись от верной смерти. То есть, повезло человеку. Ну, здесь тоже вроде пытается шлюпу уйти под винт, но здесь уже окончательно винты встали. Ну, вот эти сигналы гудков, мне кажется, это просто-напросто попытка команды экипажа Британика вызвать хоть какую-то помощь от прибрежных судов, которые могли бы заметить этот кораблекрушение. Ой, что-то немножко картинка съехала. По-моему, где-то есть видео в группе Титаник, да, Честислава, где показано кораблекрушение Британики непосредственно вот с берега острова Кея. Британик там такой мизерный, такой прямо несущественный, но видео тоже длится час. И там можно прямо проглядеть от момента взрыва до полного ухода лайнера на дно. Но все равно, даже при всем том, что такая пробоина, лайнер вообще зверь, то есть старается держаться все-таки, что есть мочи на плаву. И как вы видите, вот эти новые шлюп-балки очень хорошо выполняют свою задачу, то есть они очень эффективные. Очень быстро можно спустить шлюпочку. И, между прочим, многоразовые, если что. Потому что никто не давал гарантии, что вот эти шлюп-балки, они не могут сломаться. Потому что они гораздо более такие, не сказать, что прямо уж надежные визуально. Но вот эти шлюп-балки, они достойны уважения. У каждого судна своя судьба. И судьба вот этого лайнера была в том, чтобы своей технологичностью, прорывной технологичностью в тот период времени, спасти всех людей с этого тонущего лайнера. То есть это была его задача, и этот лайнер со своей технологичностью с данной задачей очень хорошо справился. У «Титаника» была совершенно другая задача. У «Титаника» была задача разбудить народ, так скажем, стрельнуть в сознание людей, то, что все-таки техника безопасности на море, это все уже кануло в лето и еще 50 годами ранее. Надо было все правила безопасности обновлять, количество спасательных шлюпок надо было просчитать самое оптимальное для лайнеров подобных размеров. Так что у всего своя задача. Да и в принципе «Титаник» не только преподал урок, исходя из этой ситуации, и из многих других то, что все-таки вопрос классового неравенства, то есть спасаем сначала богачи, а потом уже прочий сброд, как они тогда считали. Но очень много вопросов поднял «Титаник». И вопрос классового неравенства, и вопрос безопасности. Другие аспекты я сейчас уже все не вспомню, не стану перечислять. Ну, понятное дело, вопросы непотопляемости, вот этой заявленной владельцами судна. Так что я представляю шок Брюса Исмина, когда ему сказали, что «Британик» тоже затонул. Да, я представляю его шок на тот период времени. Между прочим, мне кажется, все-таки его негативную роль в гибели «Титаника» довольно сильно преувеличили, поскольку, ну, человеку, может, и предложили сесть в шлюпку, но что ему еще оставалось? Возможно, в нем не было вот этого духа джентльмена, можно сказать. Он же все-таки был своего рода предпринимателем, да. Его главная задача была поддерживать репутацию компании своего отца. И поэтому надо было выживать, надо было идти дальше. Но, к сожалению, все злые языки довели его до белого коленя, его здоровье. Он, получается, всю жизнь страдал диабетом. И позже ему ампутировали левую ногу, по-моему, да, нижнюю треть голени. Ну, и вот с этой ампутированной ногой он промочился довольно долго и умер спокойно в своем домике. Если можете загубить где-то, можно даже выцарапать, так скажем, фотографию его кладбища, которое сохранилось и по сей день. Очень аутентичная могила, можно сказать, с резьбой на камне. Там есть резьба непосредственно всех корабликов, лайнеров, которые были, так скажем, родоначальниками, первыми корабликами судостроительной компании. Ну, White Star Line. Не судостроительная, а судоходной компании немножко, извините. С терминологией неправильно. Хорошо. Вот как здорово спускает. Раз, два, три, четыре. С праздником рождения мы поздравляем вас. Вот так надо спускать шлюпки. Видите, как быстро, эффективно. Вспомните, что было на Титанике. Но это просто кошмар какой-то, когда вручную вот это все спускали. И то не понять, как ровно спускать. Один конец, другой конец. Это очень непрактично. А здесь прямо раз, кнопку нажал, и рычаги нажал. И все, поехало по-быстрому, без вопросов. Вот так должно было все работать. Так что, можно сказать, есть некий камень в огород директора Харланда Энн Вульфа, Томаса Эндрюса. Все-таки он эти шлюп-балки разрабатывал для Олимпика Титаника. Можно было бы додумать что-нибудь и покруче. Но что его судить? Он вообще собирался новые килл-блоки здесь выставить на Титанике, да? Чтобы еще ряд шлюпок поставить. Ну, владельцы White Star Line, ну, в том числе и Брюс Исмей, они заткнули его, сказали, что сиди на месте. Ну, твое мнение нас не интересует. Наша задача, самая главная, это роскошь, пространство для пассажиров. Ну, впрочем, в целом, в курорт. Вот, вот и все. Так, ну, здесь уже скоро будет полубак заливаться водой. Здесь уже недолго стало ждать. Ну, здесь практически, видите, сколько шлюпок уже было спущено. С левого борта, мне кажется, было спущено не так уж и много. Мне кажется, этот процесс уже приостановили, как только, по-моему, кто-либо с этой стороны, по-моему, все-таки шлюпка попала с людьми под винт и здесь погибли. Поэтому народ, видимо, испугался и не стал с этой стороны спускать шлюпки. Хотя, ну, видите, спускают. Тут еще у нас есть, как видите, моторные лодки, которые тоже спустили, успели спустить. Ну, очень эффективно. За 50 минут спустить такое количество шлюпок, и при этом, чтобы без паники, без всякой вот этой мишуры заставить всех пассажиров спокойно сесть в шлюпки. Ну, понятное дело, это военное время было, мобилизация, общие все дела. Поэтому проблем, мне кажется, с этим не было. Другое дело, конечно, Титаник. Ну, здесь еще все шлюпки стоят. Зато припомните, какой кошмар был на Лузитане, если кто видел видеоряд по Лузитане. Между прочим, скоро же игра еще выйдет. Ну, может, что-то новенькое еще увидим, узнаем. Там со спуском шлюпок был кошмар полнейший, потому что, во-первых, был сильнейший крен. На правый борт это раз, а во-вторых, корабль затонул за 15 минут. Это вообще очень-очень быстро. То есть, шлюпки спускали как попало. То есть, просто-напросто. Ну, и погибло сколько там? 1100 с лишним человек, вроде бы. Так что... Ну, все понятнее. Работа, ребятушки, работа. Работа не ждет. Я уже практически каждый день стараюсь делать ролики. Меня это довольно забавляет, стимулирует. Мне кажется, я смогу еще что-нибудь привнести в наше прохождение. Между прочим, я думаю, мы сделаем еще одно прохождение по Британику. В режиме тоже затопления, но уже будем спасаться пешей прогулкой. Это будет тоже, мне кажется, интересно. В следующий раз мы уже посмотрим, как будет с альфа-версией. Если она выйдет в эти ближайшие дни, тогда будем сразу делать обзор на альфа-демо-версию. А если нет, тогда будем делать обзор на Titanic VR. Но не в режиме VR. Посмотрим, я еще не знаю, потому что мне не приходилось еще делать стрим со шлемом VR. Попробую это дело устроить. Ой, как металл скребет. Кошмар какой-то, ребятушки. Вот представьте, что вы находитесь на таком тонущем лайнере, да? И у вас нету возможности спастись. Ну вот реально, у вас нету возможности, и вы остались один. И вы не умеете плавать. Мне кажется, у меня бы сразу сердце остановилось. Я даже не стал бы дожидаться, пока окажусь в воде. Потому что я и, в принципе, вся моя семья, мы крайние-крайние водофобы. Никто у нас в семье не умеет плавать. Вот реально. Мы какие-то сухопутные товарищи. Насколько это грандиозное зрелище, ребят. Ну посмотрите. Гигант уходит на дуа. Но ребята здесь, конечно, с текстурами, с освещением очень хорошо поработали. Может, вода не самая идеальная? Ну, черт с ней. Это не имеет значения. Ну, посмотрите, как корпус блестит. Блестит, как будто его шлифовали. Древние египтяне шлифовали. Как пирамиды Гизы. Они же в первые годы после строительства. Они же блестели. Вот то же самое, что можно сказать насчет этого корпуса. Блестит просто. Если не считать вот эти участки с ржавчиной. Ох, кстати говоря, с первой трубы уже перестал идти белый дым. Даже черный уже перестает. Со второй трети уже начал исходить белый пар. Потому что здесь уже котельные тоже начали заливаться водичкой. Ну, здесь видно, что спасательные шлюпки особо не стараются быстро отходить от лайнера. Я думал, все-таки, может, люди видели, что у лайнера крутится центральный винт. То есть, есть какая-то надежда. Как вы видите, лайнер полностью развернулся в сторону острова Кея. Да. Возможно, были какие-то шансы. Но. Ожидали в пустую, мне кажется. Хотя это просто были шлюпки. Никто еще не старался здесь, мне кажется, грести куда-то. Ну, я думаю, моторная лодка не удосужится попасть под гребной винт. Это немножко глупо будет. Ну, здесь уже бесконтрольная ситуация была. Как вы видите, по сути дела, можно было бы включить полный вперед, раз уж решили посадить на мель. Но просто-напросто включили все двигатели. Ну, то есть, ну и корабль просто, судя по всему, должен крутиться вокруг себя. Так. Ну, прямо слышно, скрежет всех механизмов внутри судна. Ну, пипец, ребята, насколько это был гигант. Ну, посмотрите. Представляю, какой был вид со шлюпки какой-нибудь. Да? Махина. Я не пробовал пройти Британик в режиме VR. Мне кажется, все-таки это можно устроить. Я проходил, конечно, Титаник много раз, но Британик еще не пробовал. Может, удастся как-то. Особенно в режиме затопления. Представляете, какой кайф будет сделать прохождение в режиме затопления Титаник. Особенно ночью, да? Это что-то кошмарно невообразимое. Конечно, мне кажется, со всеми вот этими персонажами, пассажирами, которые они пытаются там лепить, это немножко занудная история. Особенно для ребят-разработчиков. Потому что они, как я в прошлый раз говорил, с человеческими модельками работать не умеют. Если они все-таки не смогут договориться с какой-нибудь компанией, которая умеет заниматься подобными моделированиями, то кажется, все-таки какую-то нужную альтернативную идею внести, какую-то, может, псевдофилософскую, о которой я в прошлый раз говорил, чтобы сделать хотя бы маломальски игру со смыслом. Не просто какой-то, какой-то симулятор затопления, да? А просто какую-то действительно историю заложить во всю эту программу. Вот сейчас еще до сих пор удосуживается спускать спасательные шлюпки. Спускали по максимуму и очень быстро, и эффективно. Молодцом, ребятушки, молодцом. Ну, здесь уже нос начало сносить конкретно не в ту сторону. Ну, понятное дело. Почему? Потому что крен, во-первых, на правый борт. Воду заливает конкретно с этой стороны, поэтому нос и понесло в эту сторону. Ну и плюс еще корабль сам себе помог винтами с левого борта. Так что, пожалуйста. Был крен, его еще сильнее усугубили работа двигателей. Довольно очень быстро. Сейчас лайнер начнет набирать водичку. Здесь уже глубина не такая уж и большая. Может, там, где еще произошел взрыв, да, где лайнер наскочил на мину, глубина могла бы составлять еще где-то метров 300-400, да? А здесь побережье уже глубина составляет где-то примерно 150-200 метров. То есть не так уж и глубоко. Британик, если так посудить, даже при всем том, что он весь оброс кораллами на сегодняшний день, он довольно неплохо сохранился. То есть вплоть до всех надписей на стенах, да и везде, в принципе. По сути дела, там не такая уж, прямо сказать, агрессивная флора, нежели на глубине 5 километров. Потому что даже здесь, да, на глубине 100 метров, ну, железный вот этот стальной лайнер не единственный, так скажем, не единственный источник питания, по сути, пропитания для всех микроорганизмов и так далее. А на глубине 5 километров, ну, по сути дела, любой затонувший лайнер является оазисом. И микробы, микроорганизмы, и все обитатели начинают с него вытягивать все соки. Ну, лайнер трещит по швам. Многие считали, что британик перевозил какую-то все-таки запретную, запретный груз, так скажем, в своих трюмах. Но позже, когда в каком-то 99-м, по-моему, в 98-99 год на экспедиции отправляли водолазов туда, спуститься и проникнуть внутрь Британика, стало ясно, что все трюмы пустые. То есть то, что немцы считали, что Британия везет какую-то запретную, ну, запретный груз, оружие, порх или что-то в этом духе, этого не было. При этом не сказать бы, что взрыв был такой мощности. Ну, понятное дело, что там есть уголь. Уголь довольно легко воспламеняемый. А учитывая, что мина взрывалась рядом с бункером номер 6, неудивительно, что взрыв был гораздо более мощный, чем он мог бы быть. Мне кажется, если бы он был где-нибудь в сторону кормы, ну, со стороны кормы, мне кажется, не было бы такого фатального взрыва, таких катастрофических разрушений, как это было на носу. По сути дела, здесь история сыграла злую шутку. Если Титаник был ранен со стороны этого же борта, айсбергом, который прорезал 90 метров корпуса, то здесь эту роль сыграла мина. Просто-напросто история сыграла злую шутку, чтобы проверить. Ну, посмотрим-ка, насколько вот этот лайнер неподтопляемый, нежели его старший собратец. Вот так. Шлюпки спасательные ушли уже довольно далеко. Понятное дело, что к кораблю уже по сути двигаться некудой. Просто-напросто уже завис на одном месте. Если он немножко и двигается, то это уже остатки той нагрузки, которые вытягивают из себя винты. Причем, при всем том, что они даже не находятся полностью в воде. Винты здесь уже практически над водой. товарищ суицидник, да? Ну, посмотрите, какое-то просто величие. При всем том, что это кошмар полнейший, да? на это величие. Представьте, если бы на Титанике были бы включены все двигатели, работали бы и винты бы вертелись после того, как он столкнулся с айсбергом. Это было бы, конечно, фаталити какой-то. Лайнер бы просто-напросто так по-быстрому ушел бы на дно, что мы вам не говорили. Кстати говоря, я что хотел еще уточнить. Я, может, и... не знаю. Может, раньше, между прочим, я даже и не интересовался. Возможно. Но мне интересно. Руль... Вот посмотрите, руль Британика, да? Он все-таки не на ровном киле идет. Он немножко свернут в сторону левого борта. Понятное дело, это сыграло какую-то роль в том, что все-таки он сдвинулся опять, так скажем, левым бортом в сторону острова. Как было на Титанике. То есть, все-таки он вертелся вокруг себя, когда тонул. Все-таки руль был на ровном киле или все-таки он был то ли справа, то ли слева. Может, кто-то знает? Кто-то владеет такой информацией? Пишите в комментариях. Да. Малипота и красиво, и ужасно. шлюки остались далеко позади. Ну, честно сказать, ребятушки, а погодите-ка, тут что у нас? Тут уже вот, получается, вот эти специальные вот эти портики, я так понимаю, они специальные были для того, чтобы, если кто-то оказался в воде, кто-нибудь смог прицепиться за них. А, смотрите, тут даже есть вот эта складная шлюпочка, тут прямо веслами работают конкретно. Я вот, что хотел, мысль проскользнула, я думал, сейчас забуду, но нет, вроде не проскользнула, сейчас могу задать такой вопросик. Но посмотрите, сколько было шлюпок, сколько было спасенных людей. Все-таки кто-то еще успел забрать свои вещи. И я очень-очень сомневаюсь, что у кого-то не было бы с собой какой-нибудь фотокамеры. Я очень сомневаюсь, кто-нибудь обязательно бы заснял такое, на память. Потому что все-таки война, все дела, родственник оказать. Я понимаю, спасаться тоже надо, но мне кажется, ты там спокойно сидишь себе. И представьте, у меня где-то завалялся айфон 13, взял и заснял это все дело. Я бы, конечно, бы все удал, если было бы возможно, хотя бы на какое-то мгновение оказаться в какой-нибудь из этих шлюпок. И за какими 10 секунд бы хватило, я бы сделал там кучу кадров просто чисто для того, чтобы хоть что-то было из прошлого. Ну, короче говоря, здесь остались последние кроны. Вот левый бортовой винт уже практически над водой. Здесь уже смысл того, что они верстятся, уже никакого нет. то даже сейчас ребята умудряются спускать спасательные шлюпки. Ну, посмотрите. Я понимаю, конечно, логику спуска спасательных шлюпок, по сути дела, от кормы к носу, потому что если начинать спуск с носовых шлюпок, то когда уже крен лайнера достигнет конкретного градуса, скажем, 45-50 градусов, уже кормовые шлюпки спускать будет проблематично. Поэтому начинали обязательно с кормовых шлюпок. Ну, все, тут уже полубак заливает по самой гланды и довольно агрессивно заливает. Лайнер просто-напросто кричит о помощи спасите нас. О помощи по сути по крайней мере до того, как лайнер ушел на дно этой помощи не было. Ну, лайнер просто хрустит, звуки такие страшные. И у меня прямо скалят зубы от таких звуков, когда металлометал просто трутся, да, вы знаете, эти звуки, это просто очень для ушей не пали от дно. Учитывая, что у меня еще к стоматологу надо, еще сильнее скалит. Ну, ладненько, пока понаблюдаем этот процесс. Интересно, с той стороны еще шруки какие-то спускались или на данном этапе? Ну, уже думаю, нет, все, спустили все, что могли спустить. Ну, все, двигатели перестали работать, поршни остановились и винты встали окончательно. Ну, все. Остались какие-то крохи, где-то минут 10-15 до полного ухода лайнера на дно. Кстати говоря, вот это внизу, вот эта надпись активация Windows, вы меня строго не судите, ребятушки, я программист не обещал дать пароль от Windows, до сих пор не дал, соответственно, вот это вот памятка практически в каждом моем ролике высвечивается. Надеюсь, он мне по-быстрому отдаст все необходимые мне парольки. Посмотрите, как агрессивно лайнер уходит на дно. Это просто кошмар. Но, кто не знает, британик сейчас лежит на глубине примерно 120-125 метров. Это даже меньше, чем длина всего лайнера, чуть ли не наполовину. Например, сколько лайнер так же 270 метров длиной, как и его старшие собратья. Неглубоко. соответственно, я позже еще покажу, на каком этапе, что к чему. Пока будем сейчас наблюдать, как рушится первая труба. Мне еще нравится непосредственно фотореалистичность, настолько это качественно. я говорю тоже где-то больше года назад, ну, год уже, как не проходил данную игрушку, да, и каждый раз наслажаясь, наслажаясь себя визуально, извините, оговорился немножко, уже язык переплетается. У нас после вот этой температуры с моей медсестрой реально сушняк, поэтому, как вы заметили, я частенько пью. морский, о, погодите-ка тут, какая, я с последовательностью запутался, ребятушки, оказывается, первая труба спокойно, ну что, хотя нет, она, по-моему, сейчас на данном этапе уже отвалилась, здесь у нас отвалилась третья труба, вторая труба тоже за ней, но это просто какой-то фаталити, ребятушки, аж страшно становится, посмотрите на этот сюрреализм, это просто сюрреализм какой-то, мне аж страшно даже, я сижу, меня трясет просто, настолько это страшно все выглядит, ну, как можно потопить такого гиганта, ну скажите, пожалуйста, не жалко, сколько металлолома, сколько утвари, сколько несъеденных бутербродов, завтраков, ланчей, все это ушло на дно, на корм, на рыбам, да? Это просто, я говорю, сюрреализм, ты не понимаешь, у тебя как будто голова уже крутится, ну, я понимаю, еще от моего, от моих движений, от движений камеры, тоже такое ощущение, но сюрреализм от того, что просто там, где должен быть пол, там уже потолок, и, короче, полностью получаешь некую дискоординацию движения, вестибулярка отказывает, окончательно, насколько это было грандиозно, пипец, это все равно, что постараться затопить Empire, Empire State Building, ну, и не хотя бы один из наших московских высоток Москва-Сити, московские высотки, мы с женой были на самой, одной из самых высоких, Москва-Сити, там, 357 метров, по-моему, была, ну, представьте, такую махину затопить, это вообще, это ужас какой-то, ой-ой-ой-ой, ну, тут получается, практически, лайнер уже тонет боком, то есть, он развернулся конкретно боком, ну, некоторые предполагают, да и роликов, сколько в интернете пускали, что все-таки Титаник затонул примерно так же, я что-то мало в это верил, то, что Титаник именно так затонул, потому что, если учесть, что он в последние минуты, когда затопило мостик, он стал ровно на кель, то есть, он, лайнер выровнял, так, ну-ка, давайте-ка посмотрим, что сейчас у нас будет, если вы помните, я вам говорил, что все-таки здесь глубина не такая уж большая, лайнер все-таки длиннее, глубиннее, непосредственно и в бухте, где он затонул, соответственно, как вы помните, возможно, вы видели все фотографии Британика, где он все-таки немножко нецелегенький лежит на дне, все-таки нос, его, ну, в 50 метрах носа отколол от основного корпуса, так, этот процесс откола, он будет непосредственно прямо сейчас, где-то, мы уже немножко пропустили, ничего себе, ребятушки, вы посмотрите, как уровень воды поднимается, я раньше не замечал, слушайте, да, точно, ребятушки, это или это ошибка программы, или не знаю, что это, ой, погодите-ка, что это было, ребятушки, вы посмотрите, что я сейчас с вами заметил, я не замечал этого, ребята, раньше, вы заметили, что Британик лежит абсолютно целехенький на дне моря, я не знаю, я не замечал, я-то смотрю, почему уровень моря поднимается, я думал, ввиду того, что лайнер уходит на дно отсюда и уровень воды поднимается, ничего подобного, оказаться, просто камера уходит почему-то под воду, и мы увидели с вами весь Британик на дне моря, ну, те заявлены 120 метров, но там нос вроде целехенький был, то есть, хотя, когда показывали видеоролик, чисто по прохождению, да, там был момент последний 50 метров, где лайнер просто-напросто на какой-то момент замер, и потом был резкий треск, то есть, это по сути носовая оконечность, она откололась, и корма, она просто-напросто стала уходить спокойно на дно моря, ну, что-то новенькое было, я даже не знаю, что-то, ну, спасибо вам за то, что попросили пройти данный режим, но я думаю, что, ребятушки, на сегодня все, час, я думаю, этого достаточно, если завтра не буду сильно занят, мы сделаем еще одно прохождение, но уже будем уходить на дно вместе с судном, то есть, будем бегать, прыгать, может, нам удастся попасть на какую-нибудь шлюпку, а может мы сделаем выбор и останемся все-таки на корабле, может быть, но надо будет найти укромное место, где мы не свалимся, потому что у нас нету ручек, ножек для того, чтобы цепиться там за перила с той или с иной стороны, ну, короче, дурдом полнейший, ну, что ж, ребятушки, всем спасибо за то, что были со мной в этом прохождении, много чего было сказано, надеюсь, вы что-то узнали из моих рассказов что-то новенькое, возможно, вы что-то сами знаете, можете дополнить, пожалуйста, в комментариях все, что вам известно дополнительно о гибели этого могучего судна, всем спасибо вам, хорошего вечера, до скорого!